Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. До плюс 29 на уличных термометрах. Расскажем о плюсах и минусах жаркого северного лета. О пляжном сезоне и медицинских рекомендациях для тех, кто жару переносит плохо. В больнице разворачивают дополнительный коечный фонд для ковидных больных. Только за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения. Более 320 контактных изолированы Роспотребнадзором. В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Как прожить десятки лет в счастливом браке, знают семейные пары из Наридмара. 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 человек выздоровели. Такова ковидная статистика минувших суток. Значительно в последние дни выросло количество контактировавших с заболевшими. 323 человека отправлены на карантин. В настоящее время в регионе лечатся от ковида 95 человек. 60 из них амбулаторно. 35 находятся в стационаре и реанимации. Накануне глава региона провел незапланированное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Коечный фонд для ковидных больных рассчитан на 37 человек. Из них 7 коек задействованы в специализированной реанимации. Количество заболевших растёт с каждым днём. И это уже не единичные случаи. Надо ли разворачивать дополнительно койки ковидные? Да, мы будем сейчас разворачивать койки. Сейчас активно идёт выписка пациентов из инфекционного отделения, и будем там разворачивать инфекционные койки. Ненецкая окружная больница дополнительно закупит лекарственные средства, а также 10 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких. Очень многие лечатся амбулаторно. И, как я понимаю, важным критерием, показателем является сатурация. Поясним. Сатурация отражает степень дыхательной недостаточности. Низкий показатель сатурации является одним из важных критериев для госпитализации больного с коронавирусом. Измерять сатурацию можно в домашних условиях с помощью нехитрого в эксплуатации прибора. Поэтому на штабе решили приобрести такие приборы и обеспечить ими амбулаторных больных с тем, чтобы контролировать течение болезни. Также на заседании штаба обсудили ряд новых ограничительных мер. Так, в ближайшее время запретят работу ночных клубов и проведение всех массовых мероприятий. Кафе, рестораны и другие места общественного питания не смогут работать с 12 часов ночи до 8 часов утра. Приезжающим в округ гостям для заселения в гостиницу необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации либо результаты ПЦР-тестирования. Тоже поддерживаю эту норму. Это связано с тем, что к нам приезжают в командировки, приезжают просто гости нашего города. И зачастую они не вакцинированы, не привозят с собой справки о ПЦР-тестах. Поэтому попадая в гостиницу, а потом спускаясь на завтрак или на ужин, они буквально разносят эту инфекцию. Считают совершенно правильная норма. Также на заседании штаба поддержали предложение Департамента здравоохранения о приостановке плановой диспансеризации, мероприятия которой стартовали 1 июля, и профосмотров. Это связано с напряжённой ситуацией по ковиду. Медперсонал работает на пределе. В лечении ковидных больных задействовано 7 врачей и 16 специалистов среднего звена. Необходимо привлечь к этой работе ещё 5 врачей. В то же время следует отметить, что плановая медицинская помощь жителям округа приостановлена не будет. Плановую уже диспансеризацию проведут позднее. Абсолютно закономерное решение, и я думаю, на штабе мы его поддержим. Когда такое количество больных, мы в первую очередь должны оказывать помощь вот этим людям, которые в ней нуждаются. Все принятые на штабе решения будут внесены в постановление губернатора номер 12 ПГ о введении режима повышенной готовности и вступят в силу с момента опубликования новой редакции документа. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. По-настоящему жаркая летняя погода пришла в Ненецкий округ. На уличных термометрах плюс 29. Горожане отправляются на пляж за положительными эмоциями. Но не все северяне могут легко и без потерь переносить высокие температуры. О плюсах и минусах жаркого северного лета в материале Катрина Тайбарей. Наконец-то в Ненецком округе наступило настоящее лето. Столбики термометров поднялись выше 25 градусов и жители округа активно выезжают на природу. На местном пляже в районе Голубых озер можно отдохнуть не хуже, чем на южных курортах. Но, конечно же, существует и своя специфика отдыха на природе. Ведь каждый выезд за город сопровождается ритуальными танцами в виде отмахивания от комаров и оводов. Несмотря на надоедливых насекомых, наринмарцы выезжают на пляж и ловят теплые лучи солнца. Юные жители округа Серафим и Прохор Некрасовы играют на песчаной полосе под присмотром родителей. Тут хорошо. И солнце ярко светит. О чем вы занимаетесь? Мы тут играем на площадке, в том, наверное, купаться. Как сообщили в метеоцентре, теплая погода продлится до конца следующей недели. Сегодня температура поднималась до 29 градусов. В пятницу у нас также сохранится высокая температура, 19-18 градусов тепла. Но, тем не менее, будут небольшие остатки и ветер западных направлений силой до 21 метр в секунду в порыве. В воскресенье у нас температура воздуха немного снизится будет 16 градусов тепла и ветер также поднимется будет 4 метра в секунду, тоже западных направлений. Начинается следующий недель с небольшого похолодания, но относительно небольшого, где-то тоже в районе 16 градусов. И уже в пятницу снова будет потепление. Для многих северян высокие температуры не приносят удовольствия. А, напротив, негатина влияет на их общее состояние. Поэтому таким жителям Ниньского округа медики рекомендуют. Старайтесь максимально закрыть тело. Целесообразно ношение легких головных уборов, кепка, шляпа. Пейте побольше жидкости. Лучше выбрать обычную негатированную воду. Занятия спортом в сильную жару не рекомендуется, поскольку нагрузка на сердце увеличивается. И организм работает на износ. Лицам, страдавшим артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, необходимо ежедневно наблюдать за самочувствием и измерять давление. В случае недомогания вызвать специалиста на дом. Напомним, что при выезде на пикники необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Дети отдыхают на каникулах, а в образовательных учреждениях региона кипит работа. Детские сады и школы готовятся к новому учебному году. Ремонтные работы этим летом пройдут в зданиях детских садов в селе Тельвиска и городском Семицветик. В школе села Великовисочное и школе номер один города Наринмара будут отремонтированы и другие образовательные объекты. В образовательных учреждениях Ненецкого округа, несмотря на каникулы, довольно шумно. Во многих из них полным ходом идут ремонтные работы. До начала нового учебного года осталось немногим более 50 дней. Накануне на строительных объектах в городских школах побывал глава региона. В школе номер один полностью модернизируют спортивный зал. 90% средств на эти цели поступили из федерального бюджета и составили более 2 миллионов рублей. Ремонт производится из современных строительных материалов, предусмотренных для универсальных спортивных залов, где можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Подрядчик говорит, что уже оплатил новое покрытие, которое будет здесь, в этом зале. Я думаю, что через несколько недель оно придет. 15 августа. Вы думаете ли, уверены? Что через несколько недель оно придет, и 15 августа мы уже завершим работы по ремонту зала. Мы когда были с вами последний раз, видели в каком состоянии зал. И тогда же директор школы обращался с просьбой сделать ремонт. Вот все те просьбы и пожелания, которые исходили от школьников, от директора, мы учли? Да, конечно. То есть будет новое покрытие, покрытие стен, оборудование, все необходимое для зала. Оборудование, конечно. Пол спортзала после проведения всех ремонтных работ будет покрыт профессиональным спортивным покрытием производства Франция. Это самый последний этап работы, это покрытие полов этим спортивным линолеумом. Генеральный директор ремонтно-строительной компании подтвердил, что работы на объекте идут по графику и будут завершены к 15 августа. Следующий строительный объект, на котором побывал глава региона, один из корпусов Ненинской средней школы имени Пырерки на улице Студенческой в городе Наринмаре. Здесь в следующем учебном году по инициативе главы региона разместится коррекционная школа. Обучать детей дальше в здании 1938 года постройки, это бывшее здание четвертой школы, уже небезопасно. В настоящее время в коррекционной школе обучаются 106 детей из города и округа, многие из которых имеют ограниченные возможности здоровья. В распоряжении специализированного образовательного учреждения перейдут все три этажа корпуса. На первом расположат жилые комнаты и медицинские кабинеты. На втором этаже будет находиться учебная класса для учеников начальной школы, а на третьем для ребят постарше. В жилом корпусе будут обустроены комнаты на 3-4 человека. Всего предусмотрено 25 спальных мест с запасом. Сейчас количество детей, находящихся на круглосуточном пребывании, 23 человека. В здании, куда с нового учебного года переместятся учащиеся коррекционные школы, будут оборудованы, помимо учебных классов, кабинетами для специального сопровождения учебного процесса. Кабинеты психологов, дефектологов, логопедов, как раз в той службе сопровождения, в которой у нас дети сдаются. Будут созданы более комфортные условия, чем в том здании, потому что у нас на сегодняшний день в том здании попросту кабинетов нет. И мы, где возможно, там их располагаем. Подрядчик ремонтных работ на этом образовательном объекте также планирует сдать его в эксплуатацию до начала нового учебного года. И где-то 20 августа тоже уже должны быть работы завершены, и мы тогда уже зайдем в отремонтированное полностью внутри здание. Что самое главное, нужно не забывать о том, что мы в прошлом году выиграли в рамках национального проекта Доброшколу. И все цветовые решения, которые соответствуют Доброшколе, будут также использованы в новом, так сказать, корпусе, втором корпусе размещения нашей коррекционной школы. Сюда же перевезут все оборудование, которое было закуплено в рамках нацпроекта в прошлом году. Следует отметить, что все ремонтные работы в образовательных организациях Ненецкого округа находятся под постоянным контролем профильного департамента. Чтобы к концу августа у нас все учреждения были готовы, все предписания были исполнены, и наши дети могли пойти в образовательные учреждения, уже полностью готовые к образовательному процессу. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник довольно молодой, но уже полюбившийся жителям нашей страны. Его учредили в память муромских святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. А тех, кто провел большую часть жизни в счастливом браке, в сюжете Василия Хатанзейского. Сидите, девчонка. Я на нее смотрела, смотрела. Она говорит, что смотришь? Я говорю, в душу вхожу. Вот и вошел в душу. Вот так и началась счастливая семейная жизнь Петра и любви Личутиных. 23 декабря 1978 года они вступили в законный брак. Работали всю жизнь. Супруга в различных сферах и в сельском хозяйстве, и в учреждениях образования. Ее вторая половина без малого практически всю трудовую биографию посвятила в службе правоохранительных органах. ВПХ работала, доярка, потом в садик ушла. Там тоже кем только не работала. И нянечкой, и поваром, и помощником повара, и воспитателем. Я с армии пришел, сначала в ветстанцию работал. А, нет, сначала в УСИ работал. Ну, там временно, три месяца подменял водитель, вот был. Потом в ветстанцию работал полтора года, а потом в милицию шел. И до самой пенсии в милиции. За более чем 25-летнюю службу в правоохранительных органах Нинецкого округа Петр Личутин удостоен множества заслуженных наград. Это с тремя. Это я получил первую медаль за 10 лет службы. С двумя за 15 лет службы. Это уже за 20 лет службы. Это юбилейную, я уже на пенсии был, мне дали 80 лет МВД было. Пока Петр стоял на страже правопорядка, его супруга каждый день переживала за него. Служба нелёгкая, сопряжена с риском. В горячие точки я не ездил, потому что... Я не пустил. Люба не пустила. Или развод, или... Что делать тебе в горячих точках? Детей на русских. Да я, в принципе, истинно не нравился. Что у нас парни ехали, вот один приехал без ноги. А если бы что случилось, кто бы ребят поднимал в то время? А их четверо. А зато всё. Всех выучили. Я работаю с лавом. Да. В дружном браке Пётр и Любов воспитали четырёх детей, а сейчас помогают воспитывать внуков. Советуют, как жизнь прожить, чтобы в семье всё в порядке было. Взаимопонимание и искать компромиссы, а не рубить с плеча. Это очень много значит. Всё, думаю, у тебя жизнь-то прожить и так просто. Всё равно какие-то конфликты, где-то что-то какие-то были, как-то надо всё это сглаживать. Таких же семейных и жизненных принципов уже 49 лет придерживается семья Александра и Светланы Носовых. Их любовь началась с первого танца. Что может быть романтичней? Александр на долгие годы связал свою трудовую биографию с речным флотом. Ну а я после окончания ШК, школы комсостава, двухгодичная, от рыбокомбината учился и был направлен туда, на рыбокомбинат, на ПТС Алымка. Вот последний я уходил с ПТС Алымка, помощник капитана-механика был. Уходил последний с корабля, который деревянное судно. Их было здесь три судна. Арат, Анга, Алымка. Это вот белое солнце, пусть они смотрели. Вот это такое же судно, сюда здесь ходили, в море ходили на таких судах, в УБУ. И вот после этого я судоводителем отработал 32 года. А его супруга Светлана Проработала 50 лет в образовании. Многие ее маленькие воспитанники теперь уже взрослые люди, но всегда вспоминают свою воспитательницу, своего первого педагога с любовью. Ну я сама в 71-м закончила педучилище, уехала работать в Березник Пинежского района. Там была директором и учителем одного из классов. А потом, значит, сама после года, ну я приехала в Наринмар, и в 72-м году мы сыграли свадьбу. И уже 50 лет, почти вот в августе будет я, работаю в одной сфере, в образовании. В семье воспитывались двое сыновей. Один из них пошел по стопам отца и работает судоводителем. Сейчас Светлана и Александр на заслуженном отдыхе занимаются домашними делами. Но каждый из них нашел для себя новое хобби. Ну в основном это самые тряпичные куклы все сделаны. А вот эта кукла, например, травница. Здесь разные травы в этой кукле. Травница называется. Солнцеворот, вот сама кукла. Мужчинка один только такой, да. А здесь пасхальная кукла, вот эта зелененькая. А это вербница на Пасху делает. Светлана занимается рукоделием и шьет национальные куклы. А Александр занимается реставрацией мотоциклов. И уже в будущем думает открыть выставку своих экспонатов под открытым небом. Василий Хатензейский, Антон Водорьков, Дмитрий Лукевич. Телеканал Север. Второй год жизни в ковидной пандемии изменил многое. Но летний отдых в этих условиях остается тем, чем люди не готовы жертвовать. О том, как жители региона проводят свой отпуск, смотрите в следующем материале. В начале лета у россиян было не так много вариантов, куда они могли отправиться на отдых. Сейчас же ситуация на рынке туриндустрии стала поинтереснее. Принимают граждан России около 50 стран. Но вот попасть россияне могут далеко не во все из них. Те страны, куда фактически могут россияне поехать, то есть те, которые открыты властями Российской Федерации, их на сегодняшний момент чуть больше десятка. Основные среди них – это пляжные направления. Но в то же время есть и другие страны. Например, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция. Среди пляжных направлений также есть Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Турция, Египет. То есть достаточно большой перечень стран. Опять же, он не сравнится с тем, что было раньше. Несмотря на открытие границ с некоторыми странами, Черноморское побережье России все еще популярно среди жителей округа. Там было несколько таких негативных моментов, которые связаны с Черноморским побережьем. Это и погодные условия, это и ограничения, которые ввелись с 1 июля и будут введены еще с 1 августа в связи с коронавирусом. Но, тем не менее, в нашем конкретно агентстве отказов от поездок в эти направления пока нет. Люди и на сегодняшний момент там отдыхают и ездят туда практически каждый день из нашего города. И пока каких-то жалоб со стороны клиентов мы тоже не наблюдали. Мы поинтересовались у наринмарцев, где они проведут или уже провели свой отпуск. Куда планируют отправиться, чего опасаются, что настораживает. Ну, нам повезло. Мы 13 июня вернулись уже из отпуска. Вернулись, вернее, прилетели в среднюю полосу. Нам с погодой повезло. И, в принципе, все катаклизмы, которые сейчас происходят, на нас не повлияли. Вообще, на юг в этом году суваться, наверное, не стоит, если ты не хочешь делать прививку, если ты не переболел, потому что огромная концентрация людей на пляжах. Это все ведет к тому, что будет повышаться численность заболеваемых. Это русский отдых, это Кавказ, это минеральные воды. Я впервые туда еду. Многие жители округа выбирают привычный для всех пляжный отдых. Но есть и те, кому интересны другие направления. Сложная эпид-обстановка не останавливает от желания путешествовать. Те, кто прошел вакцинацию, уже не так сильно переживают насчет ковидных ограничений. Но турагентства постоянно обновляют эту информацию, чтобы очередные нововведения не застали путешественников врасплох. Также, по словам Юрия Тюлюбаева, неустойчивая эпидемиологическая ситуация в стране и мире привела к тому, что теперь жители округа покупают туры не за несколько месяцев, как было раньше, а за 2-3 недели до вылета. Телеканал «Север» желает всем хорошего отдыха, но также напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Многие отдыхающие за пределами округа возвращаются домой с признаками заражения коронавирусом. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.